МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пройдутся сюды. Автопарк «Беларусь-Нафты» пополнили уникальные 32-тонные краны МАЗа. 90-х годов рыхтуя специалистов ГДУ «Мяфранциска Скарына» означал юбилей. А зараз об этом и иншим больше подробязано. Президент Беларуси наведал открытое акционерное товариство «Гомсельмаш». Александр Лукашенко ознайомился с вытворчностью и сострылся с коллективом. За ходом визиту сошли наши корреспонденты. Борт номер один приземляется в Гомельском аэропорте. Отколь Александр Лукашенко накеровывается у открытое акционерное товариство «Гомсельмаш». По словах президента, у этой поездки есть две меты. По-перше, подяковать коллективу за поддержку державы и действующую уладу. И еще одна задача – проконтролировать выполнение доручения керавника державы об разгрузке складов. Тих, кто был на предприемстве ранее, убаченные зараз, саправды ураживая. Готовые комбайны, которые займали значную участку территории, реализованные у Беларуси и за ее межами. Боль за то, и новая продукция отгружается партнером одразу после выхода со сборочного цеха. Старшиня Аблвыконкама Геннадь Соловей каже, что такая ситуация зараз отзнашается на шмат яких предприемствах региона. Складские запасы упыненно скорошаются. У нас, Александр Горож, было валовое производство, динамики, если смотреть, 1,468 млрд, сейчас мы на 2 млрд в месяц. И мы сократили запасы, на 245 для нас мы видим. Хотя и есть проблемы сегодня с экспортом, но это отдельная тема, которую мы на сегодняшний день наращиваем. И смотрим, что нам выполнить эти показатели. Ну, проблема с экспортом, Геннадь Михайлович, она и будет, она никуда не денется. Мир остановился, нет потребления, тем более машиностроительной продукции. Да, мы потеряли, Александр Горож, на экспорте нашей по Беларуси нефти, только 34%, потому что мы загрузили свое предприятие, это немаленькие 400 даже тысяч объем, которые мы на сегодняшний день продавали на экспортную продукцию. Хотя видим, что стратегия наша Беларусь нефти до 28-го года производит 2,5 млн тонн нефти. Мы сегодня 1,7 млн производим. Это по концу года будет. Поэтому у Ляхова есть стратегия развития. Что тышится непосредственно Гомсельмаша, то за 10 месяцев этого года темп росту объему вытворчасти перевысил 130% при 110 запланованных. Прикладно такая же ситуация и с экспортом. Рост 120% при 101 плановым. Президент Пиракананы, такие выники достигнуты неуапошную шаргу, дякуючи повышению якости вырабляемой сельскохсподаршей техники. Как приклад, желание набивать гомельские комбайны сельгаз-предприемствами Российской Федерации. Есть свой завод Россельмаш, а не прочь купить наши комбайны. Почему? Потому что вы начали по качеству неплохо работать. Но это еще не предел, это не потолок. Держите качество. Будет качество, вот все говорят, производительность, производительность. Это правильно. Но я вам как бывший аграрий говорю, что с производительностью мы справимся. Но если не будет качества, не нужна ваша производительность никому. Поэтому каждый рабочий должен видеть то, что он производит. Качество. Должно быть качество. Очень здорово вы поработали по импортозамещению. Миллионы долларов ежегодно по импортозамещению. Вы здесь производите узлы, агрегаты. Вот мы смотрели редуктора, которые вы делаете. Слушайте, все были практически импортные. А сегодня вы все редуктора, которые ставите на свои машины и продаете за пределы Беларуси, вы делаете сами. Ну, можно много перечислять успешных ваших шагов, но, должен сказать, вы сделали хороший шаг вперед. Меня это убеждает в том, что деньги, которые государство в результате поддержки потратило на вас, не ушли в песок. Почасу встречи с коллективом президент особливо подкресливая. Дякуючи у тым леку работе машинобудовников, все лето в Беларуси собраны добрый урожай сбоживых. 9 млн 222 тыс. тонн. Гэтага хопить для захавания харчовой безпеки краины и повелешения экспортных поставок. Машинобудовничая галена для Беларуси увуголи у леку основных сфер экономики. А тому иая патрымка будет постоянной. Что такое машиностроение? Это мозги людей. Не будет машиностроения, студентов не будет, дети наши не будут учиться, технорей не будет. И вот я про Сергея говорю, нашего конструктора здесь, а про таких мы вообще забудем. Мы потеряем компетенции, как это у нас по отдельным направлениям произошло после распада Советского Союза. Поэтому машиностроение надо держать, надо цепляться за машиностроение, потому что это авторитет, это лицо нации. Особная размова об державной социальной политике и уприватности патрымцы шмодетных семью. По словах Александра Лукашенко, иншаха шляху просто не снуя. Не будя приросту насельства, не будя и самой Беларуси. Два человека и двое детей нет воспроизводства. Три – это уже на одного ребеночка в плюс. И если бы у нас семьи было в каждой семье по три человека, у нас бы был прирост. А четыре, пять – это вообще классно. Поэтому я был сторонник того, чтобы поддержать многодетных. И еще одна тема, якая сегодня хвалюет у всех пандемия коронавируса. Александр Лукашенко закликает не паниковать, аля обовязково выконовать парады медиков. От захования социальной дистанции до ношения масок у громадских местах. Плюс треба позбегать месту, где находится шмат людей. Сегодня это одна из основных причин росту захворываемости в некоторых городах. Гродно уже на плата вышла, уже не добавляет, где-то близко Брест. Но больше всего в Минске. Почему? Потому что мы каждое воскресенье тремся друг от друга на этих протестах. И это же люди болеют. И отсюда 500 миллионов долларов, которые я мог бы вложить часть сюда, мне приходится лишить людей. То-то купить, то это, то лекарства какие-то. А это дороговизна. Спрос большой, цены высокие. И куда денешься? Если мы сейчас начнем обычные больницы переводить на лечение ковидных от коронавируса, мы не сможем лечить по другим болезням. А есть же и другие болезни. И они страшнее, важнее, и их больше, чем этих болезней. Поэтому берегите себя. Это самое главное. Но я знаю, что вы люди крепкие. Слушайте, мы с вами не это пережили после Чернобыля. Я думаю, переживем и это. Счастья и успехов вам. Спасибо вам. После завершения визита работа на сборочном конвейеры одновляется. Сегодня у Гомсельмаша шмат заказов, которые необходимо выполнить. В связи с напруженным графиком, тут додатково примут на работу и ашекаля 200 человек. Однозначно, это позитив для трудового коллектива Гомсельмаш. Мы к этому готовились, мы этой встречи ждали. И самое важное, что президент дал оценку работе трудового коллектива. И очень важно, что есть позитивная тенденция в производстве, позитивная тенденция в работе команды, прежде всего генерального директора его команды. Есть позитивная тенденция в качестве выпускаемой продукции Гомсельмаша. Это важно. Уникальные новинки для «Беларусьнафты». Автопарк предприемства пополнился автокранами грузоподимальностью 32 тонны. Новая модель вытворчасти Минского автомобильного завода проставлена в першине. В общем, ей особенности доведался Дмитрий Котов. Супрационистство помеж компании «Беларусьнафта» и предприемства «МАЗ» ожитивляется на протягу 11 годов. Зараз на балансе нафтовиков 39 автокранов. Техника за все запотребованная. И она выкористовывается в будовнестве объектов нафтоздобычи. И, звичайно, в самых тяжко доступных местах. Например, на болотистой мясовости. За час эксплуатации техника «МАЗа» вельми добра себе зарекомендовала. Один из основных партнеров задоволен. Наракания в повыниках шматгодового супрациониста не возникало. Зарекомендовали неплохо. Начинали, конечно, мы сотрудничество, когда получали первые краны, выезжали на завод. То есть смотрели сами. Сотрудничаем плотно, потому что есть и пожелания нас, как потребителей. Завод уходит, допустим, на производство пластмассовых роликов. Но мы хочем металлические, которые. Поэтому тут реагирует хорошо завод. Автопарк «Беларусь-Нафты» пополнился трыма автокранами. Один грузоподымальностью 25 тонн и два 32. А пошня модель представлена с пожилцаму першиню. Новинка уникальная. Я ее называют прорывом на рынку спецтехники. «МАЗ» распрацавал и выпустил первый автокран с коловой формулой 6х6, якому не потребуется специальный дозвол для езды по дорогах агульного корыстания. Это основные одрознение от замежных аналогов. Конструкторам «МАЗа» удалось створить полегшенное шасси. И таким чином новая модель не будет наносить шкоду дорожному покрытию. Нам очень важно именно данное сотрудничество, потому что это организация, которая и добывает, и это все делает своими силами, без привлечения каких-то сторонних организаций. То есть они на своем опыте могут обкатать наши какие-то новинки, новые технологии. Данный автокран, он работает без полегруза. То есть он не портит наши дороги и он позволяет экономить деньги, потому что не надо согласовывать передвижение при превышении нагрузок. И получается мобильность. Для того, чтобы согласовать это разрешение, необходимо время. А так каждый день можно ехать на новый объект. Новинка мая – великий потенциал как на внутреннем рынке, так и за мяжей. У приватности, у России. Подписанный контракт на поставку пяти машин в наступном году. Дмитрий Котов, Сергей Комко, телерадиокомпания «Гомель», Решицкий район. Электромобиль, транспорт будущий – перспективы выкористания экологичного транспорта обмерковали подчас брифингу в «Гомеле». Переход на такие сродки перемешания керавництва краины лишить одной из главных задач на ближайшие пять годов. Охове новокольного сародзе надается пильная увага. Еще одна тема диалога – створение сетки электрозаправок «Маланка» инициатива предприемства «Беларусьнафта». На сегодняшний день у нас установлено 280 зарядных станций. К концу года их будет уже 400. Эта сеть будет позволять обслуживать до 15 тысяч электромобилей. Сгодно указу президента Республики Беларусь, предприемство «Беларусьнафта» заявляется державным оператором по развитию зарядной инфраструктуры. Важливо выслухать и допомогчи. У «Гомельскими облвыконками» протягивает работу громадская приемная. Черговый прием громадян и прямую телефонную линию провел член Совета Республики старшиня Гомельского областного объединения профсоюзов Алексея Неверау. Неких складанных питаний, у которых потребовали значительных финансовых сродков, не поступило. Также хар агрогородка Яромина Гомельского района поскарзился на якость воды. И он выполнен, что необходимо будовнестство станции обезжалезвания. При этом ранении у якие инстанции не звертауся. Пытание на контроле и якость воды будет проверено. Телефоновали так само с Гомеля. Также хар областного центра текавился махшимостью скорыстаться семейным капиталом. Мужчина хвалюется, что празд 18 годов, после наличения, сродки обясценятся. Отказ специалисты дадут и в самый ближайший час. Еще один гомельшанин поскарзился на товарыство с обмежеванной отказностью. На днях у паштовой скрыни знайшел квитанцию на оплату запознанности за корыстание домофона. Сумма склада омаль 290 рублев. При этом никаких договоров заключено не было. Надо изучить, посмотреть, были ли договора и законность выставления таких требований. Поэтому все решаемо. Каких-то либо больших затратных материальных средств не требуется. По крайней мере, по тем обращениям, которые поступили. Но каждый из них требует особого изучения и представления ответа заявителю. Гомельский державный университет имя Франциска Скарыны отцветковал свое 90-годие. Установу наведало шмат гоноровых гостей, представники УЛАДы, керавники и супрацовники разных предприемств и организаций не только Гомеля, но и из других регионов. Поспеховые выпускники ВНУ приехали повеньшовать свою «Альма-Матер» с юбилеем. Об роли университета у их лёси расскажет Ганна Корольчук. Уклад университета и педагогов в формировании особи молодого человека склада на переоценить. И говорка тут идёт не только об отримании информации, но и об отделе в социальном и культурном жизни. Мы формируем свой круг взносинов, выбираем сферу для побудования карьеры. Педагоги мотивуют нас до саморазвития. Часом будущая профессия одрознивается от специальности, написанной в дипломе. Однако сформированные в университете навыки, рисы характеру и знакомства застаются на всё житё. Поддяковать за это ГДУ и его педагогам в юбилейные дни мкнутся многие выпускники. Мне, как выпускнику Гомельского государственного университета, приятно поздравить ВУЗ с 90-летием. Потому что я считаю, что всё-таки наш университет – это не только старейший центр науки, культуры и искусства. Это пример для всех тех, кто собирается поступить. Пример для тех, кто занимается наукой. Пример для тех, кто уходит на производство. Потому что наш университет даёт дорогу в жизнь многим выпускникам, которые становятся известны не только в Республике Беларусь, но и за её пределами. Всё, что я имею на сегодняшний день – это заслуга в том числе университета. И приятно отметить, что в своё 90-летие университет попадает в списки лучших университетов мира. И с приятными словами вспоминается преподавательский состав, который где-то, наверное, даже заменил отца в своё время и стал, скажем так, фундаментом и основой становления меня как мужчины. И всё это дало, по сути, мне успешный билет в жизнь. Студентские вспоминания, тёплые пожадания и памятные подарунки. На встречу с ректором приходят не только былые студенты ГДУ, но и руководители ведущих предприятий региону. Это не дивно. Университет за 90-х годов стал сопрадной кузнью кадров для большинства из них. Это позволяет умоцовывать совести в НУ, развивать партнёрские отношения и створать новые проекты. Содружество студентов, выпускников Гомельского государства университета имени Франциска Скорина отличается тем, что действительно они стараются нести через всю свою профессиональную карьеру вот это чувство гордости, чувство уверенности, потому что они здесь обрели не только квалификацию, получили образование, но и обрели социальные связи, завоевали какой-то авторитет, престиж. И я думаю, вот эта миссия любого учебного заведения – давать не только путёвку в жизнь через образование, ну и через становление личности. Учился с 95-го по 2000-й год. Поступал ещё на историко-юридический факультет, а заканчивал уже юридический, то есть его потом разделили. Я ещё, учащаясь в университете, пошёл работать в органы прокуратуры. Скажем так, диплом уже защищал, работая, будучи действующим работником органов прокуратуры. Мы на сегодняшний день поддерживаем очень тёплые отношения, практически всеми выпускниками, постоянно общаемся. Разбросало по всей республике, в Минске много, кто работает, и в Гомеле, в правоохранительной системе, в судах, в нотариате, ну, практически во всех сферах, связанных с юриспруденцией. Урочистый сход не мог обоистись без узнагороджения. Профессорско-выкладчицкий состав отзначены грамотами и подяками Министерства адекватации, Гомельского областного и городского выконавчих комитетов. Гана Корольчук, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». До инших тем. Суд Жлобинского района вынес при суд 25-годовому хлопцу, який образил наместника начальника Раус, у Телеграме. Сё лета уж не в ней региональный Телеграм-канал разместил видео, на яким супрацовник милиции неси службу. Обвиновавшенный под выдуманным имем, написал образливые комментарии с ненормативной лексикой. Оперативные мероприемцы допомогли установить особу анонима. Мера покарания – 2 ГД обмежевание свободы во установе открытого типу и испогнание 700 рублей в якости компенсации. В ходе следствия фигурант признал вину, раскаялся и лично извинился перед потерпевшим. Просто высказался в сторону сотрудника милиции. О чем сожалею еще? Когда я один или два раз написал, что было тогда. Мог с отдельным раскаивать, потом привести извинения. Супрацовники МУС затрымали гамельшанина, якого подозревают в спробе спалить гандлевый объект «Табакерка». Киоск застався непошкодженный, по божзи им знашли шклянные осколки. Яши одна целая бутылька с коктейлем молотова ляжала недалеко у траве. Оперативники установили особу злошинцы. 39-годовый гамельшанин выросшил таким чином выказать нездоволенность дейшей уладой. Узбуджена криминальная справа. Угомили на базе организации «Червоного окрыжа» Челуношного района открыли пункт прокату техничных сродков социальной реабилитации. Тут люди с обмежованными махчимостями могут корыстаться усіми необходными пристосованиями. Термин не больше, как два месяца. У нас есть и инвалидные коляски, у нас есть костыльи, у нас есть трости, у нас есть ходунки, у нас есть противопролежные матрасы, средства для туалета, различные корсеты для голеностопов, различные вещи. То есть можно обратиться сегодня к нам, эти вещи можно получить бесплатно, но это люди не инвалиды первой и второй группы, которые уже используют гарантии государства, а люди, которые еще не охвачены государственными льготами. Так само пошла с открытия пункта, районная организация презентовала работу творшей майстерни. Доброхватники «Червоного окрыжа» выушают швейную справу, вырабляют текстильные прилады. Продукция корыстается великим попытом сирот насельництва. Выдатная таурыда. У российским центры науки и культуры в Гомеле открылась фотовыстава гомельчанки Галины Цмых. Авторы выставы больше за 15 годов прожила в Крыму, это ее другая родима. С павостровом связаны ее вспомины об молодости, там застались ее родные и сябры. Родные сердцу мяссины вабят женщину что год, тому фото с дымков с подорожью накопилось ашмат. У их Галина поспробовала люстровать прыгажость и неполторность крымской природы. Ласковое море, соковитую зеленину и суровые скалы. Уперед сусветной пандемией и массового закрытия межа, фотовыстава запрашает у всех у виртуальная подорожа у солнечный Крым. До речи, выдатная таурыда, первая персональная фотовыстава Галины Цмых. У меня и брат, и сестра занимались фотографией, я самая младшая была. Ну и тоже видно как-то в процессе все это нравилось. Ну сначала так фотографировала, ну родственников в основном так, а потом, когда на пенсию вышла, я пенсионерка. Вышла на пенсию, времени появилось больше и, конечно, стала и увлеклась больше, и стала заниматься фотографией более серьезно. Автор выставы так само провела презентацию, а по острове разповела про славутости Крыма и отказала на питание гостей. Гэты и инши новины, информацию о проектах Толярадо компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tevergomel.by. На этом выпуск завершено. Всего доброго и до встречи в эфире.